Всем привет, мои дорогие друзья! Я никуда не терялся, я делаю ремонт своей студии, если мало ли кто меня потерял. И на повестке дня у нас сегодня разбор домашней работы, а если быть точным, то это курсовая. И, к сожалению, в ней есть достаточно большое количество ошибок, которые часто повторяются у многих начинающих саунд-дизайнеров, но это не страшно. Главное уметь анализировать, уметь слушать критику и работать над ошибками. Я предлагаю посмотреть вместе с вами этот видос и проанализироваться, пробежаться плотненько по каждым моментам. Поехали! Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая работа. Как вам? Напишите в комментариях, напишите, что вы, кстати, услышали, если смотрите это видео. Какие ошибки услышали в целом, как оцениваете звук в этой работе. Это очень полезно, на самом деле. Сейчас в просмотре ролика вы поймете, насколько вы грамотно умеете анализировать подобные работы. Давайте разберем ее, скажем так, по частям, по деталькам и в общем. Что можно сразу заметить? Первое, конечно же, это у нас большая разница по балансу, по громкостям. Есть большая разница по нашей динамике в видео. Она очень риска, очень неправильна с точки зрения общей картины. И второй момент, который я бы хотел обратить внимание, это большое количество пустых, плоских сцен. Что я подразумеваю под этим? Ну, то есть, элементарно, да, вот какие-то переходы, какие-то, как что-то происходит, мы здесь не наблюдаем никакого погружения. То есть, у нас по факту есть, допустим, вот город, да, переход с студии лаборатории, да, в город. Вот, мы пускаем просто какой-то, да, Ambient City Light Traffic Distance. И считаем, что этого достаточно, да. Потом мы не погружаем никак как раз-таки из-за кадра. Как это делать? То есть, ну, во-первых, да, можно что-то там, сирены какие-то, машины проезжающие. Плюс, если мы видим, да, что в сцене есть персонаж какой-то, и он будет тут рисовать, почему нельзя сделать уже какие-то фоули, да. То есть, там что-то он трясет баллончик, там, кашлянул, перданул, там, фоули куртки, там, да. То есть, ну, и все, и дальше вот эта пустота. Это ладно, то есть, сейчас, в общем, да, оценим. Потом, концепт по стилистике, по звучанию, да. То есть, у нас какой-то synthwave, да, панк или как там, стимпанк. Нет, не стимпанк. Ну, короче, какая-то вот эта комиксовая история, синтовая, киберпанковская, вот, сайфайщина. Да, то есть, мы на фоне слышим уже сразу музыку, да, вот эту синтовую. Но это самая ужасная ошибка, которую я не люблю, когда нет никакого вообще общего концепта, общей звуковой картины, звуковой реаль, где есть плавное погружение, где есть динамика, смена, там, настроения, да, то есть, подчеркивание акцентных каких-то сцен, да, этого нет. Это все сравнивается как бульдозером, просто элементарно одним в данном вот примере как раз синтом. Обратите внимание, как он перетягивает все внимание под себя. На себя. То есть, я даже больше скажу, этот синт продолжает дальше нас атаковать нашу психику, да, то есть, он на протяжении всего... А, нет, дальше у нас синт сменяется на колбаску из сайфайщины бэкграундной. Опять же, нельзя погружать максимально, если мы хотим выделить как-то сайфайщину, да, то есть, ну, подчеркнуть. Это можно сделать вот здесь, да, то есть, на первом крупном плане, потом, опять же, сделать, прорисовать грамотную автоматизацию, либо на старте уже погружать. Это ненужная информация. Вот эти огоньки, то, что мы хотим подчеркнуть пилюками. Во-первых, это уже заезжено тысячу миллион раз, это раз. Плюс, у нас здесь движуха, да, крутая. А вот эти сайфайные пилюки, они тянут, опять же, на себя всё внимание, и у нас теряется вся движуха, то есть, у нас нету акцентов, хотя бы автоматизации можно прорисовать, ну, на крупных, да, планах каких-то. Ну, зачем нам эти пилюки? То есть, они должны быть периферийным слухом, восприниматься. Это то же самое, как кондиционер. Представляете, у нас в комнате кондиционер вот так вот бубнил, да, там, жужжал. Но это невозможно, да, вроде как, вроде как выполняет свою функцию, но житья никакого не будет. То же самое и тут, то есть, я представляю, что бы с ними было, если бы вот эти пилюки были на протяжении всей их работы. Ну, если разбирать там по звукам, да, то есть, непонятно, здесь должна быть искра, здесь пневматики, звук. Вуши, транзишены, да, переходы вот эти, они никак не читаются тоже. Тут должна подчеркнута динамика быть, тут должна подчеркнута быть смена планов. То есть, у нас здесь есть акценты, да, какие-то на том, что сейчас будет открытие века, скажем так. Допустим, вот этот крупный план. Опять же, не нужны здесь эти пилюки. Тут должно быть либо какие-то брасы, подчеркнуты, да, то есть, эмоции. Подчеркнуты, они должны быть на беке где-то там, может быть, там, ту-ду-ду-ду-ду, какой-нибудь новый пилюк мягенький, аккуратненький появился, да. Потом, опять же, кнопка запуска и, как апогеи всего вот этого происходящего, никак, опять же, не подчеркнута. Обычная кнопочка, обычный какой-то wush. Здесь же должен быть супер какой-то запуск, да, процесс создания И тут мы наблюдаем это по эмоциям, по происходящему Здесь по волне даже не слушав, я уже могу понять, что никакого здесь нарастания Никакого здесь подчеркивания того, что сейчас случится открытие века, нету никак вообще Ну то есть резко мы погружаем опять же в те звуки, которые не должны звучать громко, да Которые должны звучать громко почему-то Ну то есть здесь, соответственно, да, у нас во-первых должен быть какой-то импакт Лютый запуск, то есть у меня был какой-то подобный проект, я помню Там тоже с кнопочки запускалось, но я помню там навертел такой мощи То есть там был импакт и какой-то инжайн запуск, то есть капец Клиенту понравилось, я уже потом слушал на следующий день, думал, о, нифига, я тут навертел Но тем не менее, вот Опять же, должна быть движуха Ограничиваться увиденным, это одна из главных ошибок вообще любого специалиста, скажем так, да Особенно связанного с креативом, с дизайном Если мы не видим и не можем помещать за кадр, да, как-то работать широко над картиной, да, над происходящим Это, ну, это очень нехорошо То есть, следовательно, у нас плохо работает фантазия, плохо работает анализ И, следовательно, нужно много-много смотреть и слушать И догонять, скажем так, по звуку, да, по восприятию А там уже раскачиваться Да, что касается вот этой сцены Во-первых, то, что должно звучать, опять же, не акцентно, да Да, у нас здесь есть огоньки, у нас есть разряды электричества Но это второстепенные, опять же, звуки У нас главный кто? Робот И он, конечно же, издает какие-то пневматику Пневматические звуки, трансформация какая-то, да Плюс это женского пола робот И, следовательно, можно, опять же, раскрыть его как персонажа Записать свой войск какой-то, да То есть, обработать там машрумом Какими-нибудь, да, модуляциями обычными Там рингшифтером, не знаю, там, тремоло Корусом, то есть, уже что-то интересное сделать, да Фразу какую-то сказать неразборчивую на английском Все, уже будет интересное погружение Характер какой-то, то есть Там, может быть I'm robot for love, там, не знаю Ну, то есть Как-то хоть, да, то есть, делать, ну, комично, интересно Эти раскаты, да, то есть, везде вот эта разница по громкости Все в одну кашу Никакого там подъема Никакого Ну, то есть, опять же Плавного нарастания Что-то, то есть, загорается То есть, что-то, да Ну, то есть, один раскат, да Никак синхрон не проработан Здесь, да, вспышка Переход в бумагу с искрами Партиклы, бумажка должна быть Ну, то есть, что-то должно быть интересное Плавно переходящее, опять же В крутой эмбиенс сайфайного города А мы погружаем в пустоту А мы погружаем в ту самую замечательную мелодию Которая звучит на протяжении всего видео Это, конечно, ну, халтурный подход Тут скрывать и как-то хвалить не стоит Почему? Потому что нельзя класть просто... Нет, это можно делать Но нельзя, скажем так, просто положить и забыть Да, вот какую-то мелодику синтову и работать, да Это плохо только хотя бы по одной причине Что саунд-дизайнер, да Да это в любом проекте То есть, мы можем замылить ухо И мы положим, да Чтобы как-то подчеркнуть настроение Проще работается, да, нам так Но по факту По факту мы забываем, замыливаем ухо И нам уже кажется, ой, неплохо Потому что мы работаем же по сценам И мало кто на самом деле прям оценивает по тысячу раз В общем концепте работы То есть, они сделали, да, какие-то части Положили вроде музыку Все этапы соблюли Проработали эмбиенс Проработали синхрон Проработали сайфайщину Какой-то стиль, да, у нас появился Музыка есть Все, работа готова Нет, так не работает Работает все в совокупе Детальки, автоматизация Панорама, стереобаза Вес предметов, вес объектов Дальше, ближе Вкуснее, эмоции Персонаж Все это должно работать как часики Если у нас этого нет То мы обманываем зрителя по факту То есть мы погружаем непонятно во что И просто не доносим, скажем так Работу моушн-дизайнеров Да, то есть идею, которую Которую закладывали ребята Да, там, ну то есть Сценарный какой-то, визуальный Все это просто, опять же повторюсь Бульдозером равняется элементарно Одной какой-то там Пилюком, да Да, что касается А, мы сценку, по-моему, пропустили Вот здесь, да Здесь же инопланетяшки, да Опять же Да, кстати Опять же, почему Боятся многие озвучивать персонажа своим голосом Да, несмотря на то, что Если саунд-дизайнер девушка Ну, если есть микрофон Телефон, там, либо рекордер Эмоции Записать там И питчем занизить Это, по-моему, самое простое, что можно сделать Но Мы уже погружаем, опять же, в эмоции То есть, ну, как бы в синхронном Проработать Типа Вот, ну Это ладно Бог с ним Тут Суть какая То есть, опять же, да Работа за кадром У нас эмоция Смотрите, где Уже, да Вот здесь где-то у него уже глаза поднимаются Уже должно быть что-то звука Можно Опять же, слева, да Окно у нас слева Что-то там Что-то трясется Собака залаяла Ну, то есть, какая-то движуха должна быть Ни хрена себе прилетела Вон там она Размером Четыре дома Ё-моё То есть, ну, как бы И неужели нет никакой вибрации Нет Какой-то Да, я понимаю, что это мультик Но, тем не менее Давайте Хоть как-то погружать Можно там сделать Обрезать верха И сделать И на низах Будет уже Вот это Вибрация интересная И это будет Интересно Интересно будет, короче То есть, у нас Поднимается корова А ничего не меняется По звуку По факту Да, то есть Только Только вот этот Верховой синт Так, стоп Что я делаю Верховой синт Вот этот Чуу Сейчас послушаем Посмотрим, что у нас тут Реализовано Да, во-первых В начале Вот Про этот синт Смотрите, как поменяется Картина Ну, во-первых Сразу видно Да, вот это Пиковое Смотрите Значение Какое Сабовые частоты И верха Не забывайте Что верха Воспринимаются Всегда громче Всегда насыщеннее Всегда режут По ушам У нас так устроено Ухо Вот А как можно Исправить Элементарно Просто Обрезать А дальше уже можно Плавненько погружать Уже В движуху Да, то есть Атмосфера Underwater Не Раскрыта Она Загашена Синтом Плюс Реально Какие-то Бульки Верха Скрипы Откуда Скрипы Верховые Под водой Не пойму Ну, то есть Можно хотя бы Да, если хочется Подчеркнуть Но Учитывайте, что Это под водой Все Попробуйте Поскрепить под водой Мне интересно Что у вас получится Вот А Да, дальше Поехали Про НЛОшку Вот этот синт Да, я хотел посмотреть Что там По частоткам Ну, опять же Да, вот эти Режущие верха Синтовые Да И очень плоские Для Такой Махины Тут поднимается Дом Смотрите У нас Сцена Выкорачивается Из земли Дом То есть Неужели у нас Опять же Нет никакой тряски У нас тут Все летает Скрипит Кровать поднимается То есть Транзишена нету А вот эти Пиу-пиу-пиу Тоже плоский Ну, детский сад То есть Это Возвращаемся Во времена Восьми бит Конечно Тут надо прорабатывать Детально Детально Во-первых Вобл Эффект У Этой самой Как её У летающие тарелки, то есть ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву с интами, в ушами, с каким-то сабом, да, плюс вот эти, фу, как они, ну, вот эти светом, ну, что-то как-то поинтереснее, да, понасыщеннее, опять же, по стерео нормально разогнать, да. Переход хороший в телевизор. так здесь про это все сказал да опять же вот вернемся в конец город никогда не раскрыт конечно же опять же вот этот еще по моему по синхронам ну да у нас вот здесь эффект звука здесь то есть вы бы поверили в такое налог ну то есть тут нету не массива до какого-то у нас и налог работает как transition дан в из города в ну то есть из города в город но в крупный план это раз то есть должен быть сабовый эффект какой-то долл должно быть чувствоваться опять же мощь то есть тарелка должна максимально проработанным быть она здесь ключевая и если она такая плоская имеет только пью-тю звук конечно это скучно грустно и такое смотреть не хочется вот опять же переход какой-то там в ушном плюс не забываем да у нас опять же в крупный город движуха летающие корабли референс годзилла у нас да какая-то тварь над городом должен должен быть массив она никак не звучит ну то есть какой-то саб сабовый там там нужно можно сделать там скрип какой-то либо помычаете что-то занизить пусть да у него нету рта но он может гудеть там мы часть как-то звук издавать к лишним к лишним дальний плюс опять же по балансу да по громкости слышите у нас все все вместо все все ключевые какие-то сценки в одной громкости неважно даль далеко объект близко объект то есть разница никакой никак мы не подчеркиваем да в нашем пространстве не работаем с просто ну то есть много до таких ошибок конечно они не сильно страшно это все решаемо все прорабатывается но необходимо конечно это учитывать на старте то есть анализировать проделанную часть работы на старте они лепить все подряд и потом смотреть а ну вроде неплохо понятное дело у того у кого мало опыта тяжело работать и смотреть целостно да на картину на свою работу анализировать оценивать поэтому необходимо следовать ряду элементарных правил во первых если мы работаем с какими-то планами дальний и ближний то есть прорабатываем пространство до работами над сценами над локациями учитывайте где это находится да то есть учитывайте а чиха звука чиха пространство насыщенность да то есть если мы видим город какой-то сай файный крупный дальний план необходимо это все опять же прорисовывать автоматизации менять трафик то есть не light там city traffic distance medium или там ну то есть не важно что здесь нету машин проезжающих мы можем погрузить в начале да потом так как у нас появляется персонаж как то это все плавненько уйти да то есть не не нагружать скажем тогда вот но либо делать хотя бы там ну за кадром что-то помещать опять же там собаки какие-то искры там что-то кто-то там нужд какая-то вывеска там да скрипит ну к примеру ну то есть насыщайте хотя бы хоть как то чтобы это не было плоско не было скучно это первый момент второй момент учитывать разницу громкостей то есть нельзя так шугать и пугать людей людей из простого лайтового там какого-то эмбенса да тут же нагружать сайфайными огоньками которые звучат громче чем не знаю ядерная пушка вот это очень странно это не погружает это обманывает это дизайн дезориентирует то есть я не могу примеру понять что происходит откуда почему такой громкий звук что хотя у нас вроде какие то есть массивные тут же предметы звучат либо тише либо вообще то есть не слышны ну учитывать баланса да то есть делать мастер либо прорабатывать да уже финальный если мы слишком много да там громкости накинули на моменты либо шинами работать да ну в любом случае это делается уже на этапе свитой работы в процессе да уже мы под сводим все это анализируем смотрим на фоне других звуков как это да учитываем смотрим на циферки сколько у нас сколько у нас на выходе получается вот и можем сравнить разницу вот хорошая громкость для ключевых они вот это вот эта громкость должна быть да на каких-то ключевых массивных моментах то есть там тарелка пролетела что там дом трясется под водой там монстр да вот вы выделили круг крупный из там громкие сцены дальше пляшем от них к примеру то есть это один из методов как можно ориентироваться в громкости если совсем плохо и с цифрами не понимаем и ушами не слышим берем чужую работу закидываем в проект смотрим по волне сравниваем цифры опять же сравниваем какие цифры у нас это уж совсем если все плохо вот ну и финальным этапом конечно обращать внимание на детали на синхрон на мелочи на стерео да вот и тогда будет счастье на этом все с вами был антон бустер я очень надеюсь что этот разбор был полезен для вас мои ребятки и если это видео попадет на youtube тогда обязательно ставьте лайк чтобы было как можно больше таких видео все пока пока до скорых встреч